Жозеф Франсуа Мишо. История крестовых походов. Глава первая. От странствий на поклонение святому гробу до Клермонского собора. Четвертый век, 1095 год. С самых первых времен христианской эры последователи Евангелия собирались вокруг гроба Иисуса Христа, Спасителя мира, для молитвы. Император Константин воздвиг храмы над гробом Сына Человеческого и на некоторых из главных мест его страданий. Освящение храма святого гроба было великим торжеством, при котором присутствовали тысячи верующих, собравшихся со всех сторон Востока. Мать Константина, святая Елена, уже в преклонных годах предприняла странствие в Иерусалим и содействовала своим усердием открытию древа Креста Господня в одной из пещер, поблизости от Голгофы. Бесплодные усилия императора Юлиана возобновить храм Иудейский в опровержении слов Священного Писания сделали еще более дорогими святые места. В конце IV века число паломников было так велико, что многим из отцов церкви, между прочим, и святому Григорию Низскому, приходилось уже красноречивыми доводами указывать на злоупотребление и опасности странствования на богомолье в Иерусалиме. Напрасные предостережения. Не могло впредь явиться в мире такой власти, которая преградила бы христианам путь к святой гробнице. Вскоре из глубины Галлии нахлынули толпы новых христиан, которые спешили поклониться колыбели верования, только что воспринятого ими. Маршрут или дорожник, составленный, собственно, для паломников, служил им путеводителем от берегов Роны и Дордоны до реки Иордан и на обратном пути из Иерусалима до главных городов в Италии. Между тем, как Европа волновалась среди разнообразных бедствий войны и переворотов, Палестина покоилась под сенью Голгофы и как будто во второй раз сделалась землей обетование. Но недолго должны были продолжаться это спокойствие и благосостояние. Из хаоса религиозных и политических смут, среди развалин, загромождающих с каждым днем более и более слабый, колеблющийся и разделенный Восток, выступил человек со смелым замыслом возвестить новую веру, основать новое царство. Это был Мухаммед, сын Абдулы, из племени Курейшитов. Он родился в Мекке в 570 году, был сначала бедным погонщиком верблюдов, но был одарен пылким воображением, энергичным характером, живым умом и имел глубокое познание аравийских народностей, их наклонностей, вкусов и потребностей. Коран, над сочинением которого он провел 23 года, хотя и проповедовал чистую нравственность, но вместе с тем обращался и к самым грубым страстям человеческого сердца и сулил убогим обитателям пустыни обладание целым миром. Сын Абдулы, когда ему было 40 лет, начал проповедовать свое учение в Мекке, но после 13-летней проповеди должен был бежать в Медину, и с этого бегства пророка в Медину 16 июля 622 года начинается мусульманская эра. Немного понадобилось времени Мухаммеду, чтобы завоевать все три Аравии, но яд прервал его победы и жизнь в 632 году. Войну и проповедь его учения продолжали Абу Бекр, тесть Мухаммеда, и Омар, который покорил Персию, Сирию и Египет. Амру и Серджий, наместники Омара, подчинили своей власти Иерусалим, который мужественно защищался в продолжении четырех месяцев. Омар, явившийся самолично принять ключи побежденного города, велел выстроить большую мечеть на том месте, где возвышался храм Соломона. При жизни халифа, наследовавшего власть Абу Бекра, участь палестинских христиан была не очень бедственна, но по смерти Омара им пришлось терпеть всякий позор и разграбление. Нашествие мусульман не остановило паломничество. В это время европейские христиане, посещавшие Иерусалим, были принимаемы в странноприимном доме, учреждение которого приписывают Карлу Великому. В конце IX века монах Бернар, родом француз, посетил святые места с двумя другими лицами монашеского звания. Он видел это странноприимное учреждение Латинской Церкви, состоящее из 12 домов или гостиниц. Тут для паломников была открыта библиотека, как и в других странноприимных домах, основанных в Европе Карлом Великим. В пользовании этого благочестивого учреждения были поля, виноградники и сад, расположенный в долине Иосафатовой. Желание обрести частицы мощей, а также и торговые расчеты, способствовали умножению этих путешествий за море. Ежегодно, 15 сентября, в Иерусалиме открывалась ярмарка. Торг по обыкновению происходил на площади Церкви Святой Марии Латинской. Купцы из Венеции, Пизы, Генуи, Амальфи и Марселе имели свои конторы в разных странах на Востоке. Путешествия к святым местам стали налагаться в виде публичной кары и средства к искуплению вины. В 868 году один знатный бретонский владетель по имени Фродмонд, убивший своего дядю и меньшего из своих братьев, был присуждаем три раза к путешествию в Святую Землю для получения полного отпущения своих преступлений. Цензий, римский префект, который в церкви Санта-Марии-Маджоре нанес оскорбление папе, схватив его в алтаре и заключив в темницу, был присужден оплакивать свою вину у подножия гроба Господня. Эти частые путешествия установили братские отношения между христианами Востока и европейскими. Со слезами приняли на Западе известие о разрушении святых мест. Летописцы того времени, описывая бедствие Святой Земли, сообщают, что все религиозные церемонии были запрещены и большая часть церквей превращены в конюшни. Храм Святого Гроба также подвергся опустошению. Христиане принуждены были удалиться из Иерусалима. В разных явлениях представились благочестивым христианам Запада как бы знамения этих несчастий. Например, в Бургоне выпал каменный дождь, на небе видны были кометы и метеоры. В различных по климату местностях природа действовала как бы вопреки своим определенным законам, и год бедствий Иерусалима был полон печальных таинственных знамений. Но все эти бедствия делали еще более дорогим и священным для христиан город их Искупителя. Вообще, конец X века составляет эпоху тревог и мрачной озабоченности. В Европе думали, что скоро наступит последний день мира, и Иисус Христос сойдет на землю, чтобы судить живых и мертвых. Мысли всех были обращены к Иерусалиму, и путь странствия туда сделался как бы путем вечности. Богатые учреждали благотворительные заведения, так как благоземные вменялись тогда в ничто. Ни одна дарственная запись начинается такими благочестивыми словами. «Так как приближается конец мира» или «убоясь наступающего дня суда Божия» и тому подобное. В XI веке примеры странствий к святым местам, налагаемых в виде церковного покаяния, встречаются еще чаще, чем в предыдущем столетии. Великие грешники должны были оставлять на некоторое время свое отечество и вести скитальческую жизнь, подобно Каину. Этот способ искупления греха, кражи, убийства, нарушения примирения во имя Бога согласовался с деятельным и беспокойным характером западных народов. Чем дальше подвигается XI век, тем более любовь к странствиям на поклонении святым местам становится потребностью людей, привычкой, законом. Посох странника виден в руке каждого уроженца Европы. Старание ли избежать опасности или преодолеть затруднения, исполнение ли какого-нибудь желания или обета, все это служит причиной покинуть домашний очаг и стремиться к дальним небесам. Странник, направляющийся в Иерусалим, был как бы священной личностью. Отъезд его и возвращение ознаменовывались религиозными церемониями. Ни в какой стране не подвергался он лишению благодетельного гостеприимства. Особенно же во время празднования Пасхи стечение паломников бывало многочисленно в Иерусалиме. Толпы верующих стремились увидеть, как нисходит священный огонь и зажигает светильники у гроба Господня. Вторжение турок — это наковальня, которая должна была тяготеть над всею землею, по выражению одного летописца, подчинило Восток новым владыкам, а палестинских христиан — новым притеснителям. К такому громадному количеству врагов, восставших против последователей Евангелия, Европа не отнеслась равнодушно. Папа Григорий VII, человек энергичный, смелый и предприимчивый, начал убеждать христиан вооружиться против мусульман. 50 тысяч человек отозвались на его призыв, и Григорий VII сам должен был везти их в Азию. Но он не мог осуществить этого предприятия. Приемник его Виктор III обещал отпущение грехов всем, кто выступит на битву с сарацинами, свирепствовавшими по берегам Средиземного моря. Флот, снаряженный жителями Пизы, Генуи и других городов Италии, явился у африканских берегов. Итальянские воины изрубили множество сарацин и сожгли два мусульманских города в древней стране Карфагенской. Но не первосвященник римский, а простой отшельник, стал тем, кто под влиянием идеи, властвующей над веком, поднял знамя Великой войны между Востоком и Западом. Петр Пустынник, родом из Пикардии, ища удовлетворений для своей пламенной и тревожной души и на войне, и в мире, и в церкви, избрал последним своим убежищем уединение в одном из самых суровых монастырей. Он покинул его лишь для того, чтобы пойти на поклонение к святым местам. Вид Голгофы и святого гроба воспламенил его христианское воображение. Зрелище страданий палестинских христиан возбудило его негодование. Петр Пустынник вместе с патриархом Симоном плакали над бедствием Исиона, над порабощением последователей Иисуса Христа. Патриарх вручил отшельнику письма, в которых он умолял о помощи папу и государей. Петр обещал ему не забыть Иерусалим. И вот из Палестины отправляется он в Италию, преподает к ногам папы Урбана II и спрашивает и достигает его предстательства в пользу освобождения Иерусалима. И после того Петр Пустынник, воссев на мула, с босыми ногами, с обнаженной головой, в простой грубой одежде, с распятием в руках, отправляется из города в город, из провинции в провинцию, проповедуя на площадях и по дорогам. Таким образом, проходит он по всей Франции и по большей части Европы. Красноречие его потрясает толпы, все умы воспламеняются, все сердца растроганы. Немедленно в Пьяченце был созван собор. Тут были и послы от императора Алексея, на которых было возложено представить папе картину бедствий на Востоке. Более двухсот епископов и архиепископов, четыре тысячи духовных лиц и тридцать тысяч лиц светского звания присутствовали на соборе. Но ничего здесь не было решено. Великое решение состоялось на новом соборе, более торжественном и многочисленном, Клермонском соборе Ваверни. После многих совещаний о преобразовании духовенства, об установлениях относительно порядка, справедливости и человечности, был поднят вопрос о Святой Земле. Совещание, на котором раздалось слово о Иерусалиме, было десятом на соборе. Оно происходило на большой Клермонской площади, покрытой несметными толпами народа. Для папы был воздвигнут престол. Петр Пустынник заговорил первый. Голос его дрожал от слез, когда он обратился к народу и слова его произвели потрясающие впечатления. После него начал говорить папа Урбан, который представил зрелище наследия Христова в позорном порабощении, божих верных сынов, терпящими гонения и преследования, Европу христианскую под угрозой победоносных варваров. Папа призывал государей и народы послужить Богу живому. При словах папы слышны были общие рыдания. На призыв его к мужеству воинов толпа отозвалась пламенным рвением. Перед благочестивыми душами в словах папы открывалось царствие небесное, которое предстояло завоевывать, а перед чистолюбивыми земные благо и царство Азии. И подобно грому огласил Клермонскую площадь крик, вырвавшийся из сердец несметной толпы. «Этого хочет Бог! Этого хочет Бог!» Глава вторая С отбытия крестоносцев до осады Никей Епископы, бароны, рыцари и все верующие, которые присутствовали на Клермонском соборе, поклялись идти освобождать Иерусалим. Они облачились в одежду, украшенную красным крестом из шелковой или шерстяной материи, и от этого произошло название крестоносцев. Урбан с целью окончательно воспламенить сердца христиан посетил многие провинции во Франции, созвал соборы в городах Руани, Анжере, Тури и Ними. Толпы народа следовали за ним, и воинственный энтузиазм охватил всю страну. Собор, на котором решен был крестовый поход, происходил в ноябре 1096 года, а в августе следующего года было назначено крестоносцам выступить в поход. В продолжении зимы делались приготовления. Епископы всех епархий были заняты освящением крестов, оружия и знамен. Религиозное рвение и разные привилегии, предоставленные крестоносцам, содействовали увеличению числа пилигримов и воинов. Им отпускались все прегрешения. Церковь принимала под свое покровительство и крестоносцев, и их семейство, и имущество. Они освобождались от податей и налогов, и от преследования своих кредиторов во все продолжение похода. Рвение к пилигримству разгорелось повсюду. Это сделалось единственным стремлением, единственным предметом интереса и честолюбия. Желание посетить святые места и завоевать Восток превратилось во всеобщую страсть. Земли начали продаваться по низкой цене. Ремесленники, купцы и земледельцы охладели к своим обычным занятиям и сделались безучастными ко всему, кроме крестового похода. Даже монастыри оказались невластно удержать в своих стенах их суровых обитателей. Клятва жить и умереть в уединении должна была уступить силе влечения в дальние области. И странное явление. Даже воры и разбойники выползли на свет Божий из своих скрытых притонов и вымаливали счастье принять крест и идти искупить свои преступления в бою с врагами Иисуса Христа. Восторженное настроение крестоносцев, начавшееся во Франции, перешло оттуда в Англию, Германию, Италию и Испанию. Под знаменем креста различные западные народы слились в одном общем стремлении. Для народов, как и для отдельных личностей, не стала земли более желанной, чем Палестина, не представлялась более славного подвига, чем крестовый поход, не утешала иная надежда, кроме освобождения Иерусалима. Фантазия и народные страсти присоединили саму природу к этому всеохватывающему воинственному порыву. Она то покрывала небо кровавыми облаками, то не спускала комету в виде меча или расстилала по небесному пространству движущиеся города с башнями и украшениями, вооруженные легионы и знамения креста. Знаменитые покойники минувших времен — таковы были толки в народе — покинули свои могилы, чтобы принять участие в этом великом движении христианской Европы. В первые весенние дни 1096 года внезапно и повсеместно разгорелся порыв выступить в поход. Ничто более не могло сдерживать благочестивого рвения крестоносцев. Все звания, возрасты и сословия смешались под знаменем креста. Дороги были усеяны отрядами, из среды которых то тут, то там раздавался возглас «Этого хочет Бог», слышались звуки трупа литавр и пении гимнов и псалмов. Целые семьи, забрав с собой провизию утварь и мебель, пускались в Палестину, предавая себя провиденью того, кто питает птиц небесных. Деревенские дети, встречая на пути город или замок, спрашивали в своем простодушном неведении, не это ли Иерусалим. Князья и вожди, которые должны были предводительствовать различными отрядами крестоносцев, решили, что они отправятся в разное время и по разным дорогам, но все соединятся в Константинополе. Большая часть ополчения не хотела ждать. Не имея предводителя, она требовала, чтобы Петр-пустынник повел ее на восток. Петр согласился на это. В шерстяной мантии, с капюшоном на голове, в сандалиях на ногах, на том же муле, на котором он разъезжал по Европе, Петр направился в Германию во главе 80 и даже до 100 тысяч народа. Проповедник крестового похода, сделавшийся предводителем такой массы пилигримов, не подумал о беспорядках и бедствиях, могущих возникнуть вследствие грубого невежества и отсутствия всяких разумных мер и дисциплины. Авангард армии Петра-пустынника, предводительствуемый Готье-Галиком, состоял только из восьми всадников. Все прочие шли завоевывать восток, собирая милостыню по дороге. Этот авангард прибыл в Константинополь, совершив печальный и бедственный двухмесячный поход через Венгрию и Болгарию. Император Алексей дозволил ему тут дожидаться армии Петра-пустынника. Армия же эта, следуя по пути, проложенному ратниками Готье-Галика, увидела следы бедствий, которые они потерпели, и неблагоразумно пожелала отомстить за них. Высокую идею крестовых походов она осквернила страшнейшими ужасами, которые пришлось ей искупить под стенами Ниссы. И когда остатки армии Петра-пустынника соединились с остатками авангарда вокруг Константинополя, то все поклялись соблюдать впредь дисциплину и подчиняться разумным распоряжениям. Петр-пустынник оказался предметом большого любопытства при императорском дворе. Алексей осыпал его подарками, приказал снабдить его армию деньгами и провиантом и посоветовал ему подождать прибытие владетельных князей, чтобы начать войну. Но князья и настоящие предводители крестового похода еще не выступили из Европы. Им предшествовали новые ополчения, подобные тем, какие вели Готия Галяк и Петр-пустынник. Пфальцкий священник Готшальк отправился с пятнадцатью тысячами до двадцати тысяч войска из разных провинций Германии, вооружившегося по его призыву. При переходе через Венгрию отряд этот предался всем неистовствам разгула и был истреблен оружием венгров. С берегов Рейна и Мозеля выступило другое ополчение под предводительством священника Фолькмара и графа Эмикона. Эта толпа, сборище бродяг и искателей приключений, руководимая двумя лицами, плохо разумевшими смыслы дух крестового похода, устремилась как на врагов на всех евреев, которых встречала на пути, и кровью их обогрила несколько городов в Германии. Рейн и Мозель покрыты были израильскими трупами. После этих кровопролитий перед ратниками Эмикона, продвигавшимися по направлению к Венгрии, все местное население обращалось в бегство. Месбург не пропустил их через свои ворота и отказал им в продовольствии. Большинство этих недостойных крестоносцев погибло под стенами Месбурга после неудачной осады этого города. Только немногочисленный авангард из отряда Эмикона достиг Константинополя. Все эти соединившиеся теперь ополчения становились опасными гостями для Алексея. Уже несколько домов, дворцов и даже византийских церквей были сожжены и разграблены этими необузданными пилигримами. Император заставил их перейти на другую сторону Босфора и крестоносцы расположились лагерем в окрестностях Никомедии. В скором времени возникли несогласия между французами, итальянцами и германцами. Последние, под предводительством Рональда, двинулись к Никее, отняли у мусульман крепость Эксарагорго, но вскоре после того, осажденные турками, все почти погибли под ударами их мечей. Узнав о печальной участии итальянцев и германцев, французы потребовали от своего предводителя Готье, чтобы он повел их навстречу неприятелю для того, чтобы отомстить за своих братьев-христиан. Готье отговаривал их от этого, но его благоразумные доводы были встречены общим ропотом. Яростные крики толпы заставили его уступить, и отряд в беспорядке двинулся к Никее. Немедленное поражение его было наказанием за это возмущение. Готье, который был достоин предводительствовать лучшими воинами, пал сраженный семью стрелами. Петр Пустынник, который давно уже лишился доверия крестоносцев, возвратился в Константинополь еще прежде битвы. С этой минуты отшельник не выдавался из ряда прочих лиц, принимавших участие в крестовом походе. Он был едва замечен на войне, которую он вызвал силой своего красноречия. Такова была участь трехсот тысяч крестоносцев, вышедших из Европы. Прискорбно, но неудивительно было услышать о бедствиях, постигших этих передовые отряды, которыми не руководили ни законы, ни добродетели, ни дисциплина, и которые создались, так сказать, из пены взволнованного западного строя. Но эти несчастья не возбудили отчаяния в предводителях крестового похода. Более правильно сформированные и более одушевленные христианским духом войска должны были оказаться более грозными борцами с Востоком, чем скопящие отряды, распавшиеся или уничтоженные в Болгарии, Венгрии и Вифимии. Теперь только мог начаться настоящий крестовый поход. Теперь только откроется перед нами борьба за крест во всем ее героическом и настоящем смысле. Во главе христианских армий является сначала Готфрид Бульонский, герцог Лотаринский, из рода графов Бульонских, происходящий по женской линии от Карла Великого. Под знаменами Готфрида собралось 80 тысяч пехоты и 10 тысяч человек конного войска. Он выступил в поход через 8 месяцев после Клермонского собора в сопровождении брата своего Балдуина и двоюродного брата Балдуина Бурского. Армия Готфрида Бульонского встретила помощь и получила продовольствие в тех же самых странах Венгрии и Болгарии, где воины Петра Пустынника, Готшелька и Эмикона возбудили только недоверие и подверглись всякого рода бедствиям. Франция, между тем, вооружала новые войска для поддержания священной войны. Граф Гуго, брат Филиппа I, соединил под своими знаменами пилигримов вермандуазских, Роберт по прозванию Курт Гёс, герцог нормандский, старший сын Вильгельма Завоевателя, был во главе своих вассалов. Не имея достаточно средств, чтобы содержать войско, он заложил Нормандию брату своему Вильгельму Рыжему. Все эти французские отряды перешли через Альпы с намерением отплыть на судах из одного из итальянских портов. При слухах о проходе французских крестоносцев взволновалась и Италия. Боэмунд, князь Торенский, сын Роберта Гискара, пожелал также разделить честь и опасности священного предприятия. Это был человек ловкий, храбрый и честолюбивый, полный ненависти к греческим государям. Он радовался при мысли, что будет переходить через их империю во главе целой армии. Без сожаления готов он был отдать свое маленькое Торенское владение за надежду покорить царство на Востоке. Боэмунд был со своим братом и со своим дядей Роджером при осаде Амальфи. Он сам выступил проповедником крестового похода и лагеря сождающих огласился вслед за тем криками «Этого хочет Бог! Этого хочет Бог!» И вот войско отходит от стена Амальфи, и Боэмунд провозглашается предводителем новой армии пилигримов. С десятью тысячами всадников и двадцатью тысячами пехоты он садится на суда и отправляется в Грецию. Славнейшие рыцари Апулии, Калабрии и Сицилии последовали за князем Торенским. Между знатнейшими спутниками сына Роберта Гискара был Танкрет, рыцарский героизм которого воспели поэты и прославили историки. Адемар Монтельский и Раймунд, граф Сенжильский и Тулузский были избраны вождями крестоносцев из южных провинций. Епископ Адемар, первым принявший крест на Клермонском соборе, получил от папы Урбана II титул апостольского легата, духовного вождя крестового похода. Митра духовного владыки и рыцарский шлем были попеременным его облачением. Он был образцом, опорой и утешителем всех ополчившихся в священный поход. Раймунд Сенжильский обогрел свой меч кровью мавров в Испании. В нем уже не было первого пыла молодости, но и в преклонных годах он отличался неустрашимостью и непоколебимой твердостью характера. Он простился со своими обширными многочисленными владениями на берегах Роны и Дордоны и отправился на восток в сопровождении знатнейших владителей из Гаскони, Лангедока, Прованса, Лиможа и Аверни. Армия Раймунда Сенжильского состояла из ста тысяч крестоносцев. Она перешла через Альпы, Ломбардию, Фриуль, Далмацию и вступила в пределы Греческой империи. Алексей Камнин искал помощи на Западе в защиту от вторжения мусульман. Но по мере того, как князья-крестоносцы подвигались со своими войсками к Константинополю, Алексей начинал опасаться многочисленности своих освободителей. И этому наплыву народов на его владение он противопоставил политику хитрости, коварства и подкупа. Он трепетал на своем ветхом престоле. И в самом деле, если бы не было благочестивого Готфрида, который не допустил нарушения присяги, принятой перед крестовым походом, то латинские знамена развивались бы уже с тех пор на стенах Византии. С помощью подарков и низкой угодливости Алексей пользовался таки временным уважением латинских князей, за исключением Танкреда, прибывшего нечувствительным к обольщениям императорского двора. Но ради обеспечения мира Алексей не отступил ни перед каким унижением, ни перед каким обещанием. Однако же он успокоился не прежде того, как все эти пришельцы с запада перешли по ту сторону Босфора. Начиналась весна 1097 года, когда воины креста вступили в Вифинию. При приближении крестоносцев султан Кылыч Арслан, львиная сабля, созвал со всех сторон своих подданных и союзников для защиты ислама. Он постарался образовать из них войско и укрепить город Никею, на который должны были обрушиться первые удары христиан. Этот город, столица Вифинии и резиденция румского султана, был выстроен на берегах Асканского озера, сообщающегося с мраморным морем. 370 каменных или кирпичных башен защищали двойную ограду его стен, по которым можно было бы прокатить колесницу. Румский султан со своим стотысячным войском расположился на горах Блесникей. С ужасом должен был он смотреть оттуда на христианскую армию, распространившуюся по долине. Эта армия состояла из более чем ста тысяч конницы и пятисот тысяч человек пехотного войска. Крестоносцы решились приступить к осаде Никеи. Каждому корпусу армии было отведено свое место. Каждому народу свой участок, окруженный стенами и тыном. Первые дни осады прошли в бесплодных попытках. Но вдруг неприятельский авангард, состоящий из десяти тысяч всадников, стремительно спускается в долину. Крестоносцы, предупрежденные о нападении, остаются в выжидательном положении под оружием. Начинается битва. На помощь помятому сарацинскому авангарду выступают пятьдесят тысяч всадников под предводительством султана. Почва долины колеблется под натиском двух армий. Стрелы сыплются в ряды воинов. Воздух оглашается ударами копий и мечей и криками мусульман. Готфрид, брат его Балдуин, Роберт Фландерский, Роберт Нормандский, Боемунд и Танкред бросаются всюду, где заметна опасность. Битва эта длилась с утра до ночи. Победа осталась за христианами, но они потеряли две тысячи своих братьев. Сарацины же убежали в горы, оставив в долине четыре тысячи убитых. Освободясь от соседства неприятельского войска, крестоносцы возобновили осаду Никеи. Семь недель уже длилась осада. И тогда только крестоносцы заметили, что мусульмане пополняли свои потери под креплениями, прибывающими через озеро Асканское, примыкающее к городу с западной и южной стороны. Тогда они послали за лодками и за судами в одну из гаваней Пропантиды, называемую Сивито, ныне Гемлик. Эти лодки и барки поставлены были на телеги, запряженные лошадьми, и в одну ночь отправленные на них сильного сложения люди успели подъехать к Никее и пересесть на суда. Так что на заре суда с этими неустрашимыми крестоносцами покрывали уже все озеро Асканское. Удивлены и поражены были таким зрелищем защитники Никеи. После нескольких усиленных приступов со стороны крестоносцев они лишились всякой надежды на спасение. Никея должна была или сдаться, или пасть после последнего приступа. Но политика Алексея вырвала из рук Латинин эту победу. Между войсками крестоносцев было два греческих отряда под начальством двух воевод, которым поручено было хитростью перехватить Никею в пользу императора. Один греческий офицер пробрался в город и предложил мусульманам подчиниться власти императора Константинопольского, объяснив им, что в этом единственное средство для них избежать мщения со стороны крестоносцев. Ему поверили, и мусульмане сдались на его предложение к великому удивлению и негодованию христиан. когда они вслед за тем увидели развивающиеся на башнях знамена Алексея. Впрочем, ропот скоро затих. Алексей остался обладателем Никеи. Глава третья Сотбытие из Никеи до прибытия в Антиохию 1097-1098 годы Малая Азия, в то время еще неизвестная, которая впоследствии поглотила столько западных народов, открылась теперь перед христианскими войсками со своими местностями беспроложенных путей, со своими горами и пропастями и со своими дикими обитателями. Крестоносцы, продолжая свой путь к Сирии и Палестине, отбыли из Никеи в 1097 году, 25 июня. Через два дня пути подошли они к мосту, построенному на том самом месте, где река Гал впадает в Сангарий, известный ныне под именем Сакарии. Так как им предстояло пробираться теперь по местности Пустынной и Безводной, то армия разделена была на два корпуса, значительнейшим из которых предводительствовали Готфрид, Раймунд, Гуга Великий и Граф Фландерский. Во главе другого корпуса были поставлены Боемунд, Танкред и Герцог Нормандский. Войско Готфрида двинулось направо, а войско Боемунда налево. После трех дней пути перед войском Боемунда открылась долина Гаргони. И тут внезапно устремляется на него сгорнеприятель. Султан Кылыч Арслан после неудачи своей при Никее собрал новые силы. Он следовал за крестоносцами, изыскивая случай заставить их дорого поплатиться за взятие его столицы. Боемунд делает распоряжение, чтобы были расставлены палатки. Мгновенно на берегу реки устраивается лагерь, и здесь располагается слабейшая часть войска. Нападение на него было сильное. Неприятель имел превосходство численности, перед которой все чудеса храбрости христианских воинов должны были оказаться бесплодными. Воины Кылыч Арслана вторгаются в латинский лагерь, предают избиению всех на пути своем, щадя только женщин, которых забирают в неволю. Боемунд является на поле битвы, и сцена изменяется. Герцог Нормандский, вырвав свое белое знамя, вышитое золотом из рук человека, несшего его, бросается в толпу сарацин и с криком за мною Нормандцы начинает косить мечом свою кровавую жатву в неприятельских рядах. Танкред, который в начале битвы изнемог бы без помощи Боемунда, с новым жаром и неистащимым мужеством продолжает битву. Уже несколько часов рыцари креста неутомимо поддерживали неравную борьбу. Многочисленность врага уже преодолевала их, когда вдруг тысячи радостных возгласов известили о прибытии войска Готфрида. В самом начале битвы Боемунд отправил гонца, чтобы предупредить герцога Латаринского. Немного понадобилось времени, чтобы решить, на чьей стороне останется победа. Вечером, когда битва кончилась, три тысячи высших чинов и более двадцати тысяч низших чинов мусульманского войска лежали убитыми. Неприятельский лагерь, расположенный в двух милях за долиной Гаргони, перешел во власть победителей. Крестоносцы потеряли четыре тысячи товарищей, тела которых были преданы погребению при пении священных молитв. Битва первая с начала крестового похода получила название Дорилейской по причине близости города этого имени. Христиане, продолжая путь, решили не расставаться более. Это решение было хорошо в том отношении, что усиливало их в случае нападения, но было вместе с тем и неудобно в случае других бедствий, например, голода и жажды. Турки позаботились разорить те места, которые не могли защищать. Грабежом и пожарами опустошили они ту часть Каппадокии и Саврии, Фригии, по которой должны были проходить крестоносцы. Путь христианской армии от долины Гаргонии до Антиохеты, столицы Песидии, был продолжительным бедствием. Антиохета открыла перед ними свои ворота, тут оказались пастбище и продовольствие, и армия отдохнула здесь. С тех пор, как крестоносцы покинули Европу, между ними еще не происходило несогласий, но пришлось испытать и это бедствие. Танкред во главе итальянских воинов, Балдуин брат Готфрида с фламандцами были посланы вперед. Проходя через Ликаонию, они нигде не встретили врага и поспешили достигнуть Киликии. Танкред, шедший впереди, остановился у Тарса и приказал повесить свое знамя на стенах города, бывшего колыбелью святого Павла. Вслед за ним подходит Балдуин и требует, чтобы город был сдан ему под тем предлогом, что отряд его многочисленнее, чем отряд итальянского героя. Испуганные его угрозами, жители соглашаются заменить знамя Танкреда знаменем Балдуина на стенах их города. Начинается страшная битва между этими двумя христианскими войсками. Отряд Танкреда, уступающий в численности, принужден был отступить. На другой день, однако же, противники помирились во имя религии. Вожди обняли друг друга в присутствии своих войск. Танкред подчинил потом своей власти несколько крепостей в Киликии. Между тем, главная армия крестоносцев перешла через Иконий и Ираклию. Переступив через Тавр, она остановилась на отдых и нашла продовольствие в городе Коксони. Древний Кукузи, прославившийся как место ссылки святого Иоанна Златоуста. Переход из Коксона в Морезию был тяжелым и бедственным. На этом пространстве более восьми или десяти миль не было ничего, кроме колючего кустарника, хвороста, скал и пропустей. Не было ни дорог, ни даже протаренной тропинки. Эта часть Тавра была свидетельницей великих бедствий и великого отчаяния. Крепость Морезия, изобилующая всякого рода средствами к жизни, население которой состояло из христиан, была в конце этого пути. Жена Балдуина умерла и была похоронена в этом городе. В Морезии Балдуин присоединился к христианской армии. Освобождение Святой Земли не было единственной его целью. Балдуин поддался предложениям одного армянина, искателя приключений, который прельщал его победами на берегах Ефрата. И вот в сопровождении тысячи воинов, которых ему удалось отбить у крестового похода, он отправился основывать в Месопотамии графство Эдесское, которое впоследствии оказалось полезным для латинин. Артезия в древности Халкида, город, занятый турками, не замедлил подчиниться власти крестоносцев. Эта крепость была последней из охранявших путь в Антиохию, и мусульмане не пренебрегли ничем, чтобы ее защитить, но они принуждены были удалиться из нее. Еще четыре часа пути, и перед армией франков должна была открыться столица Сирии. Вождям известны были грозные укрепления Антиохии. Архиепископ Адемар, желая подготовить крестоносцев и придать им бодрости, рассудил не оставлять их в неведении того, что им предстояло осаждать страшный город, стены которого были выстроены из каменных глыб огромного размера, скрепленных между собою неизвестным и неразрушимым цементом. Город, в котором собраны были со всех сторон враги имени Христова. Христианская армия перешла на левую сторону Аронта. Направо от него было озеро Бар-Эль-Абиат, Белое море, путь, по которому она направилась, называемый у летописцев царским путем, проходит по долине, не имеющей ни одного деревца. Пурпуровые и золотые хоругви развивались на воздухе. Позолоченные щиты, каски и керасы блестели на солнце и неслись вперед, как лучезарное пламя. Шестьсот тысяч крестоносцев покрывали долину Умк, которая известна теперь только Алепскому каравану да туркменскому всаднику. Двоякое впечатление могло охватить христианскую армию ввиду Антиохии. Чувство страха при виде громадных стен и гор, защищавших город, и чувство благочестивого умиления перед городом Божиим Феополь, столь знаменитым в истории первых веков христианства. КОНЕЦ